Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал ChinaGuardgets, пока я обовсю готовлю очередной обзор, хочу делить буквально пару минут вашего драгоценного времени, чтобы рассказать вам об очередной горячей новинке из доступного ценового сегмента. И на этот раз речь пойдет о новых необычных броневиках от компании Humidigi. Компания сегодня представила сразу две модели, Humidigi X10 и Humidigi X10 Pro с ценниками от 130 баксов, что опять же вполне себе неплохо, но есть у девайсов и некоторые особенности, о которых я расскажу буквально через минуту. Сейчас же сделаю небольшую пометочку, что ценник до 130 баксов снизится стартом продаж новинки, а он запланирован на 11 октября. То есть сейчас на сайте висит завышенная заглушка, чтобы не собирать заказы, которые все равно магазин до октября никому не отправит. Ну это просто я предвижу комментарии под этим видео, поэтому решил сделать небольшое пояснение. Ну а сейчас, ребят, я максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать о всех фишках и функциях горячих броневиков от компании Humidigi. X10 и X10 Pro получили опять же бессмертный, бессменный и просто непобедимый 8-ядерный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно MTK Helio P60. Да, чип далеко не новый, но все еще прекрасно справляется с большинством повседневных задач. Интернет серфинг, социальные сети, даже какие-то нетребовательные игры по типу инди-проектов, таймкиллеров и ферм. На нем такие игры идут без проблем. Да, в принципе, даже пупжек на мини-малочках, а скрипя зубами тут можно поиграть ориентировочно в 30 фпс. Так, благо, производитель не стал чип излишней нагружать в HD+, матрицей для произвительности и энергопотребления, это, конечно же, плюс. Но вот как дисплей проявит себя на деле, нам еще предстоит выяснить. Но опять же, если оглянуться на ценник, то ничего зазорного в HD+, панели нет. Хотя, все же, при диагонали в 6,53 дюйма мы бы хотели видеть уже Full HD+, панель. Но тогда и камушек надо было бы поставить пошустрее, тогда и ценники бы пошли вверх. В общем, все как всегда. Скажу лишь, что экран для подобного девайса адекватный. Те же Realme частенько ставят HD+, панели в аппараты даже с большим ценником. Объем же оперативной памяти у X10 и X10 Pro составляет джентльменские 4 гигабайта. А вот на копителе разница. Обычная версия получила 64 гигабайта памяти, а прошка, в свою очередь, уже 128. Но оба девайса снастили слотом под карточку памяти стандарта microSD. Что же для камер, то в качестве фронталки на обоих девайсах выступает датчик на 8 мегапикселей. Ну а за основной отвечает 20-мегапиксельный сенсор от компании Sony. Ширик на 8 мегапикселей, макро на 5 и еще один 2-мегапиксельный датчик для портретного режима. В целом набор как для бюджетного аппарата неплохой, а точнее я бы сказал адекватный. Без звезд неба, но на что-то больше я и не рассчитывал. Для того, чтобы запечатлеть тот или иной момент, они вполне сгодятся. К дополнительным особенностям новинок могут нести, конечно же, стоковый, без рекламы прочего мусора, Android 11-й версии, сканер отпечатков пальцев на торце, встроенный FM-приемник, работающий без наушников. Для многих это может быть приятным бонусом. Полную поддержку всех 4G-сетей, разумеется, защиту по военному стандарту, милитаристы и 810, а также IP68 и IP69. Смартфоном официально можно плавать. Ну и конечно же тут есть NFC и какая-то хитрая металлическая рама для большей крепости и ударостойкости смартфона. Ах да, прошка в отличие от обычного X10 получила в довесок еще и инфракрасный термометр. При всем скептицизме, штука проверенная и реально рабочая. X10 и X10 Pro вышли в темно-сером с черными, серыми и желтыми вставками, только в немного различных исполнениях. А также ходят слухи и о прозрачной версии упрошки. Что ж до ценников, то новинки в продажу поступают 11 октября, ориентировочно за 139 баксов. Но с купонами, разумеется, их можно будет взять еще чуточку дешевле. Ну а совсем бесплатно можно попытаться урвать их в фирменном конкурсе от производителя. На него я также оставлю ссылочку в описании. На этом думаю все. Всем огромнейшее ребят спасибо за то, что поддержали меня и досмотрели это видео до конца. Это реально огромная поддержка и вклад в развитие канала. Всем как всегда удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok